Лениная солома в дело. Универсальные тепловые котлы, которые помимо угля и газа работают на возобновляемом топливе, в том числе и на отходах сельского хозяйства, начали выпускать в Кустанае. Христиане уже почитали экономическую выгоду от таких печей. Энергосберегающая технология сокращает расходы в два раза. Что еще можно жечь в топке нового поколения, узнавала Наталья Строкова. Этот котел способен обогреть две сельских школы в 6000 квадратов. В качестве топлива на выбор можно использовать уголь, газ, дрова, отходы животноводства и, самое главное, льняную солому, которой с учетом диверсификации на полях в избытке. Сжигать ее нельзя, вредит экологии, а за утилизацию нужно платить. Новую печь разработали по просьбе крестьян. Целевая установка была сделать именно котел на соломе. Для этого здесь было разработано дополнительное дутье. в котле, которое помогает, способствует перегореть соломе внутри котла, то есть снижает выброс в атмосферу выхлопных газов и увеличивает его КПД. В зависимости от площади помещения, в такой печи можно сжигать до двух тонн льняной соломы в сутки. При этом себестоимость топлива, которое раньше не знали, куда девать, едва доходит до 3000 тенге. Энергосбережение на сегодняшний момент – это самый главный вопрос. Экономия – это превыше всего. Мы первые в Казахстане, которые стали выпускать котлы. Котлы рассчитаны у нас от 0,2 гикокалорий до 4 гикокалорий. Одна гика – это 10 тысяч квадратов. Отапливать с помощью новых печек в местных хозяйствах планируют тракторные мастерские, фермы и социальные объекты. От угля, которого требовалось до 500 тонн на зиму, здесь отказались. Во-первых, уголь дорожает каждый день. Железная дорога от нас далеко. Транспортные расходы тоже. И мало того, что уже второй год подряд перебоющих. Это у нас на полях, оно свое есть. Я вообще делаю упор на льняную солому. Она очень жару много дает. Еще в крупоцехе у меня есть очень много отходов, которые тоже надо сжигать. Избавляться от отходов животного и органического происхождения с помощью новых печек планируют не только в местных хозяйствах. Три крупных котла уже приобрел фермер из Акмолинской области. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанай, Хабар, 24.